МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Народные новости в студии Никита Борискин. Сначала коротко о главных темах выпуска. Трудности жителей Саранска. Автомобилисты стоят в пробках, пассажиры общественного транспорта путаются в изменившихся маршрутах. Как теперь ездят автобусы и маршрутки, выясняла наша съемочная группа. Проблемная ситуация в селе Оброчный Чалковского района. Местные жители жалуются на бездорожье. Этот вопрос остается самым острым уже много лет. Картина мордовских художников в здании КС-банка. Выставка стала продолжением сотрудничества банка с Союзом художников республики. Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с министром финансов России Антоном Силуановым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития республики и их финансового обеспечения. В том числе речь шла об оказании региону дополнительной финансовой поддержки по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета. Она будет направлена в первую очередь на исполнение всех социальных обязательств в рамках завершения финансового года, а также на реализацию программы подготовки к Чемпионату мира по футболу. Кроме того, обсуждались планы по финансированию программ социально-экономического развития республики в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов. Один закрытый мост, трудности тысяч горожан. Автомобилисты стоят в пробках, пассажиры общественного транспорта путаются в изменившихся маршрутах. Как не заблудиться в родном городе и какой дорогой теперь ездят автобусы и маршрутки, выясняли мои коллеги. Находятся в плохом состоянии и требуют срочного ремонта. Путепровод в районе ДСК на период починки будет полностью перекрыт для движения любого вида транспорта. Остановки Сараскабель и ДСК будут пустовать примерно полгода. Пассажирам автобусов 4, 16, 45 и 13 троллейбуса нужно привыкать к скорректированным маршрутам. Маршруты номер 4, 16, 18, 45 будут осуществлять движение по улице Строительной и Лямерскому шоссе. Троллейбус номер 13 у нас будет заменен на автобусы. С указанием маршрута 13 троллейбуса. И он будет следовать до спортконкурса Мордовии. Чиновники обещают, проблем с поездками по городу быть не должно. Транспорта достаточно, маршруты скорректированы с учетом пассажиропотока. Не удивляйтесь, если привычный автобус поехал незнакомой дорогой. До места назначения так или иначе доберетесь. Елена Сергеева, Валерия Никитина, Александр Гурьянов. Народные новости. 19 декабря главный федеральный инспектор по Мордовии Михаил Сизганов провел координационное совещание. Обсуждались вопросы контроля за своевременностью выплаты заработной платы. Также речь шла о ходе реализации национального плана противодействия коррупции. С подробностями Вячеслав Кузьменко и Александр Гурьянов. Начали совещание с представления нового руководителя управления Министерства юстиции России по Мордовии. Слова Владимира Путина о ротации не только военных, но и гражданских чиновников уже нашли свое отражение. В Мордовию на работу направлен государственный советник юстиции первого класса Ольга Якунина. Профессионализм нового руководителя не вызывает сомнений. Свою работу в Мордовии Ольга Якунина планирует вести в тесном взаимодействии со всеми структурами власти. Реализация наших полномочий требует непосредственно взаимодействия с исполнительной, законодательными ветвями власти, а также с территориальными органами, федеральных органов исполнительной власти. Поэтому я готова всегда к конструктивному диалогу. Планирую лично встретиться со всеми руководителями, поговорить с каждым, обозначить какие-то проблемные вопросы и попытаться найти пути их решения. После знакомства с новым руководителем участники совещания перешли к обсуждению проблем организации контроля за своевременной выплатой заработной платы и ситуацией с задолженностью по плате труда на предприятиях реального сектора экономики. В Мордовии по ряду причин возникла тревожная тенденция роста количества предприятий, где руководители позволяют себе задерживать зарплаты своим сотрудникам. Государственные структуры должны поставить на место тех, кто манипулирует зарплатой своих подчиненных. Рычаги влияния на нерадивых руководителей есть. В этом году такие выплатили более 6 миллионов рублей из своего кармана. А если штрафы не помогают, в дело вступают правоохранители. По материалам прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела. Еще больше уголовных дел возбуждено непосредственно Следственным комитетом по обращениям самих работников. В результате, только в текущем году погашена задолженность по заработной плате после нашего вмешательства более чем на 240 миллионов рублей перед 15 тысячами работников в более 60 организациях. Не менее актуальна была и другая тема совещания. Обсуждали ход реализации национального плана противодействия коррупции. Коррупция, как и ржавчина, разлагает основы государства, подрывает доверие народа к власти. Наказание за это должно быть суровым и неизбежным. Буквально, как говорится, на прошлой неделе мы стали свидетелями и на федеральном уровне. Практически в один день вынесены приговоры в отношении федерального министра и в отношении бывшего прокурора Октябрьского района. То есть это говорит о том, что неприкасаемых в этой части нет. По профилактике коррупционных проявлений работают практически все силовые структуры. Все чиновники ежегодно сдают декларации о доходах. Их тщательно проверяют. В этом году 61 декларация от государственных и муниципальных служащих вызвала подозрения. После проверки они выплатили штрафы, а один служащий был уволен, как незаслуживающий доверия. Вячеслав Кузьменко, Александр Гурьянов, Народные новости. Юные математики из Саранска в десятке лучших в мире. Победу празднуют ученики Республиканского лицея для одаренных детей Кирилл Сизов и Арслан Разин. Представители Мордовии и их коллеги из Ульяновска, Чебоксар и Челябинска победили в математическом забеге, опередив конкурентов из 77 регионов России, а также зарубежных стран. Конкурс состоял из двух онлайн-этапов. Победители отправились на экскурсию по частному инновационному кластеру в Калининградской области, познакомились с полным циклом производства микро- и потребительской электроники. Участники конкурса – старшеклассники со всей России, а также из Беларуси, Казахстана, Польши, Туркменистана, Украины, Китая, Сербии, Монголии, Киргизии, Узбекистана и Молдавии. Два онлайн-тура. Сложные задачи, ограниченное время для решения. В 40 лучших математиков попали самые талантливые. Они побывали в Технополисе, Джей-Эс, город Гуси в Калининградской области. Своими глазами увидели, как живет и работает современное производство. Конкурс позволяет ребятам из нестоличных городов проявить себя и показать свои способности в математике, которая лежит в основе любых наукоемких производств. Таким образом, организаторы конкурса связывают школьников с вузами и рынком труда, делая большой вклад в подготовку профессиональных кадров страны. Подобный конкурс повторится и в следующем году. Поэтому всем, кто хочет поучаствовать в легендарном математическом приключении, нужно готовиться и побеждать. Марина Солонина, Народные новости. Проблемы экологии и пути их решения 19 декабря обсудили на конференции, посвященной реализации проекта «Экология России». В Мордовии это направление активно развивает региональное отделение партии «Единая Россия». За минувшие 10 лет сделано достаточно много. На конференции побывала наша съемочная группа. Кто, если не мы, под таким девизом действует проект «Экология России» в Мордовии. Общими усилиями членов общественного совета различных экологических объединений, учеников и учителей сделано многое. В подтверждении этому победа в акции «Всероссийский экологический урок сделаем вместе». Мордовия стала первой среди 85 регионов. «Всероссийская акция сделаем вместе». В этом году посвящена Году экологии и имеет масштабный характер, поскольку все 85 регионов России приняли в ней участие. Более 2 миллионов школьников, эко-лидеров выделены в ходе этой акции. Она очень интересно, важна по содержанию, по сути, по новым технологиям, которые использованы были в разработке и вообще в проведении этой акции. Выявить и подготовить таких лидеров, которым не безразличны проблемы экологии в России, это основная цель «Всероссийского экологического урока» и в целом партийного проекта «Экология России». Об этом участники конференции говорили немало. Отмечена главная роль в проекте отводится школьникам. Ученики в течение всего года проводили множество экологических уроков, конкурсов и социальных проектов. Эко-лидеры Мордовии особое внимание уделяют воде и здоровье. Именно эта тема и становится главной в 2018 году. «Я считаю, что экология на сегодняшний день очень важна, потому что это одна из глобальных проблем в нашем мире. На нашей планете осталось всего лишь около полутора процентов пресной воды, поэтому сохранять ее необходимо и экологию в целом, потому что, как вы знаете, у нас очень много животных, которые просто пропали с нашей планеты». Успешному участию Мордовии во всероссийской акции «Сделаем вместе» способствовал большой опыт экологического образования в республике. Изданы учебники по экологии Мордовии, экспериментальные площадки, проведение экологических агитбригад, посадка новых аллей. Все это способствует сохранению экологии в нашем регионе. Достойный пример в этом подает руководство Мордовии. Достаточно вспомнить посадку саженцев в новом микрорайоне Саранска, в которой участвовал глава Мордовии Владимир Волков. Ирина Герасимова, Станислав Семин, Народные новости. В редакцию нашего телеканала обратились жители села Оброчный Чалковского района. Их жалоба касалась бездорожья. Эта проблема остается самой главной для жителей одной из улиц. Почему люди остаются отрезаны от цивилизации уже многие годы, разбирались Анастасия Целегина и Сергей Соколов. Зима для жителей улицы Новой – время непредсказуемых историй. Дорогу, которую замело снегом, боятся и дети, и автовладельцы. Все дело в том, что дорожного покрытия здесь просто нет. И та пора, когда ямы заметают снегом, влекут за собой ситуации разные и довольно плачевные. Автовладельцы спокойно могут угодить в яму, повредить транспортные средства, пешеходы переломать ноги. Вот буквально на той неделе был случай. Дети пошли в школу, и это болото, которое не обойти, не объехать невозможно. Ребенок упал. Ладно, там упал грязно, это все, как говорится, полбеды. Но ребенок сильно ударил ногу, в сутки вообще с кровати не вставал. Сейчас вы видите кадры этой же улицы в сезон дождей. Многочисленные ямы и никакого освещения. Люди, направляясь на работу или автобусную остановку, изо дня в день рискуют собственной жизнью. Вооружившись карманными фонариками вот так, в кромешной темноте, дети идут в детский сад или школу. Детских площадок и мест для прогулок с детьми здесь тоже нет. Мамочки сетуют на то, что на других улицах есть хоть какие-то площадки для детворы. А это словно забыто администрацией. Мало того, не проехать, не пройти с колясками, так еще и погулять негде абсолютно с детьми. У нас пропадает стадион, целый огромный стадион, лавочки сгнили, там все мусором забито. Там молодежь стоит, машина заезжает, они по вечерам тусят, им там весело, хорошо. А мы с колясками, с детьми гуляем по дорогам, где машины ездят, где КамАЗы ездят, на свой страх и риск. Когда дорогу заметает снегом, чистить ее приходится вручную. Во время дождя сюда не едет ни скорая, ни пожарная, ни такси. Летом лужи не просыхают из-за своей глубины. Жители улицы неоднократно обращались в сельскую администрацию за помощью, но ждут ее уже почти 30 лет. Мы тоже решили разобраться в ситуацию и спросить местного главу о том, почему же улица остается отрезанной от цивилизации уже не один десяток лет. Проектная документация на эту дорогу имеется. Все, только ждем денег. Конечно, по этой дороге носят на кладбище людей. Знаю я прекрасно эту ситуацию, что людям плохо, да, и ямы там. Ну вот, другого ничего не могу сказать. Пока нет денег. Разговаривая с нами за кадром, Анна признается, что и сама уже множество раз обращалась к вышестоящему руководству. И когда придет очередь ремонта дорожного покрытия на новой улице, не знает. А вот лампочки обещала повесить в ближайшее время. По всем улицам так у нас, где две, где три лампочки горят, у них горит две лампочки. Вечером сегодня посмотрят, где висят эти лампочки, это электрик. И уже чтобы не в одной кучке они были, а распределить. Чтобы все же выяснить ситуацию с уже готовой документацией, мы отправились дальше, в администрацию Ичалковского района. Но, как ни странно, застать руководителя в рабочее время на своем трудовом месте нам не удалось. Он, оказывается, уехал на важное совещание в Саранск. Мы искренне надеемся, что темой этого совещания и стала дорога на улицу Новой. Ведь кого как ни чиновника должна волновать проблемы жителей, чьи интересы он защищает перед лицом государства. Анастасия Целигина, Сергей Соколов. Народные новости. Работы мордовских художников теперь можно увидеть в здании КС-банка. Выставка стала продолжением сотрудничества банка с Союзом художников республики. Таким образом, теперь в зале для обслуживания клиентов можно приобщиться к прекрасному. На открытии побывала наша съемочная группа. Направлялся по делам в банк, а попал в картинную галерею. Такие чудеса происходили сегодня в Саранске. Приятная неожиданность для клиентов КС-банка. Более 20 полотен, расположенных по всему помещению, сразу приковывает взгляд. Предновогодние выставки картин уже традиция, радуют и посетителей, и сотрудников. Гости открытия, мастера, создавшие полотна, а также постоянные клиенты. На лицах живой интерес. Торжественный момент – открытие выставки. Здесь экспонируются работы шести именитых художников. Их творчество знают и любят ценители искусства нашей республики и всей страны. Выставка посвящена 80-летию Союза художников Мордовии. Самые яркие и запоминающиеся работы наших земляков собраны в юбилейном альбоме. Более 400 иллюстраций и краткие сведения о создателях шедевров. Издание вышло в свет благодаря помощи меценатов. Союз художников Республики Мордовия празднует свое 80-летие. И мы для всех художников Мордовии сделали подарок. Издали альбом всех художников Мордовии. И сегодня на этой встрече мы в том числе проводим его презентацию и, безусловно, передадим этот тираж Союза художников Мордовии. Владимир Грибанов – большой любитель живописи, частый гость в музеях. Поэтому стремится хоть на короткое время превратить банк в картинную галерею. Картины можно не только посмотреть, но и приобрести. Для мастеров это хороший шанс заявить о себе, а для зрителей – приобщиться к искусству. Это яркий пример социальной ответственности бизнеса. Поддержка людей творчества не приносит материальной прибыли, но приносит большое моральное удовлетворение. Банк и музей имени Эрзи связывает давняя дружба. Когда мы впервые стали говорить о том, что совместные выставки обязательно надо делать и совершенно вот насколько преображается вот этот офис, когда появляются произведения искусства, нам это очень отрадно и приятно констатировать, потому что действительно предназначение искусства, прежде всего, это, конечно, красота, духовность, нравственность. И именно вот это все есть в произведениях наших художников. 20 работ именитых мордовских художников. Меньше, чем в музее, но достаточно, чтобы оценить талант наших земляков. Тематика картин самая разная. Их объединяет одно – предчувствие новогодних торжеств. Каждый мастер передает его в своей манере. Одни изобразили новогоднюю елку, другие – натюрморт или пейзаж заснеженного города. Все основные тенденции современного искусства прямо в клиентском зале банка. Кристина Морценюк, Сергей Соколов. Народные новости. Народное телевидение Мордовии совместно с технопарком Республики и Организацией детских праздников провели благотворительную акцию «Подари праздник детям». 19 декабря были вручены подарки воспитанникам Большеберезняковского дома ребенка. Какие сказочные герои поздравили малышей в следующем сюжете? Сейчас ребята играют в любимые игры и готовятся к новогодним праздникам. Петь песни, танцевать и читать стихи – они будут ближе к Новому году, 26 декабря. А пока концерты устраивают для них. Накануне праздников порадовать малышей спешат многие. Подарки привозят почти каждый день. В коробках не только сладости и игрушки, также пеленки и детское питание – все, что необходимо. Развивающие игры отправятся ждать своего часа. Малыши их найдут под елкой в новогоднюю ночь. Деятельность коммерческая, она не только должна приносить извлечение прибыли, но и, конечно же, дарить какие-то позитивные эмоции людям, детям в нашем случае, которые, может быть, особенно в них нуждаются. Чудеса, они должны всегда случаться под Новый год. И неважно, случаются ли они у детей или у взрослых. Но мы, как взрослые, мудрые взрослые, должны обязательно дарить чудеса своим детям. И не только своим. Дом ребенка давно готов к встрече Нового года. Несколько недель назад украсили коридоры и комнаты. Главный атрибут праздника – елка на каждом шагу. Из бумаги, дерева, пряжи и даже из воздушных шаров. Но главная составляющая праздничного настроения – искренняя вера в чудо. Она светится в детских глазах. А теперь спрячься. Луточку. И скажу, поко. Я спрячусь. Вместе с лисенком и медвежонком дети разучивают танец маленьких утят, прыгают, играют, возят хороводы. И все же основной момент праздника – появление главных новогодних героев. Дед Мороз и Снегурочка не заставили себя ждать. Послушали новогодние стихи, подарили сладкие подарки. Эти праздники у детей вызывают очень положительные эмоции, радость. Несмотря на то, что они маленькие по возрасту, они ждут, что придут к ним гости, придут к ним друзья, помощники. Они ждут подарки, они ждут веселья, они ждут развлечения. Они готовятся к этому. Благотворительные акции стали доброй традицией. Народное телевидение Мордовии совместно с технопарком и устроителями детских праздников компанией «Веселый ананас» подарили детям настоящий праздник со множеством подарков и эмоций. Инициативу поддержали не только коллеги. К акции присоединилось большое количество неравнодушных людей, в том числе организации ООО «Рефлакс-С» и научно-исследовательский институт имени Ладыгина. Они верят в волшебство и в наших силах создать им этот праздник для того, чтобы немного сделать краше их жизнь, интереснее. И мы с каждым годом, а уже не первый год проводим эту акцию, с каждым годом убеждаемся, что мы на правильном пути, мы все делаем правильно, поэтому мы обязательно в следующем году будем повторять. Можно искренне верить в новогоднее чудо, а можно самому его сотворить. И то, и другое делают гости дома ребенка. Малышей поздравляю школьники, студенты, предприятия и организации республики. Гостей будут встречать до 29 декабря, но праздники на этом не заканчиваются. Ребята ожидают насыщенные новогодние каникулы в планах празднования Рождества и Старого Нового года. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. В Республиканском управлении ФСИН подвели итоги работы в уходящем году. На мероприятии, помимо руководящего состава службы исполнения наказаний, присутствовали члены Общественного совета Мордовии. В этом году они около ста раз посетили исправительные учреждения региона и тоже поделились своими выводами о работе пеницитарной системы. Данил Порошуков и Андрей Просвиркин побывали на встрече. Для одних конец года, для других – начало большой совместной работы. До начала заседания Общественного совета при УФСИН руководитель Республиканской службы Леонид Мустайкин подписал соглашение с новым уполномоченным по правам человека в Мордовии Валерием Левиным. Омбудсмен, в свою очередь, пожаловал этому Союзу плодотворного сотрудничества на благо всей Республики. Торжественное начало переросло в привычное рабочее совещание. На встрече обсудили вопросы взаимодействия общественников и всей уголовно-исполнительной системы Республики. В течение всего года они регулярно посещали исправительные учреждения, держа руку на пульсе жизни по ту сторону ограды. Кроме того, Леонид Мустайкин рассказал и о других достижениях пеницитарной системы. Сегодня, даже будучи лишенным свободы, человек имеет возможность реализовать себя в полной мере. Организовано институционное обучение в современной гуманитарной академии и вузах партнеров. Всего у нас обучается на сегодняшний день 52 осужденных из 13 подвесных учреждений. 22 отбывающих наказания уже получили дипломы о высшем образовании. Мысль о самореализации осужденных продолжил председатель общественной комиссии. Валерий Крутов отметил, что Республике сегодня нужен полноценный реабилитационный центр для тех, кто отбыл свое наказание. Общественники отталкиваются от опыта работы с теми, кто пытается избавиться от наркотической и алкогольной зависимости. С ними успешно работает реабилитационный центр в Дубенках. У нас есть кое-какие соображения на этот счет. Мы уже давно в этой теме пытаемся разобраться. Нам помогают такие организации, как наркоконтроль в этом направлении. Участники встречи сошлись во мнении, что совместная работа в вопросе содержания заключенных необходима. Только контроль со стороны общественников может дать объективную картину, в каких условиях отбывают наказание в республиканских учреждениях. Данил Паршуков, Андрей Просвиркин. Народные новости. Сидеть на месте, опуская руки, нельзя, даже если случилась беда. Многие люди с ограниченными возможностями дают совет. Поверить в себя и начать жить заново помогает творчество. На галоконцерте Республиканского фестиваля художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше» побывала наша съемочная группа. Желающих восхититься талантом в зале РДК собралось много. Зрители ждут выступления самобытных артистов, вокалистов, танцоров и талантливых музыкантов. Ведь искусству инвалидность не помеха. Фестиваль художественного творчества инвалидов проходит в республике ежегодно, уже в десятый раз. Если взять статистику проведения предыдущих фестивалей, то участников было меньше. На данном фестивале заявлено 31 участник проведения фестиваля. То есть мы видим, что народу больше и уже возрастная категория стала более молодой, скажем так, больше молодежи. Ребята с инвалидностью не сидят дома, сложа руки, а также себя проявляют во всех сферах общественной жизни. В частности, вот проведение данного фестиваля «Вместе мы сможем больше». На сцене участники со всей республики, а также из Саранска. В зале родные и близкие поддерживают талантливых участников. Артисты достойны бурных аплодисментов. Они прошли отборочные этапы в своих районах, уже победили, выйдя на большую сцену. Владение музыкальными инструментами, хореографией, стихией и музыкой. Многие поют на своем национальном языке. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Главная составляющая отличного выступления – желание активно развиваться. Творчески проявлять себя, раскрыть талант, желание общаться. Юрий Мёдов – участник из Чамзинского района, автор более двухсот песен. Пишет тексты, музыку и снимает клипы. Говорит, после получения травмы не хотелось жить. Именно творчество, музыка заставила жить дальше. Буквально подняла на ноги. Около года я дед лежал, меня как бы маму таскали, переворачивали. Я учился говорить, меня никто не понимал, кроме матери, что я говорю. Пришлось, я научился разговаривать. И мне всегда хотелось на сцену. Потому что я и в школах, и в университете, я всегда выступал на сцене. Мне хотелось на сцену. И благодаря этому я стал писать стихи и музыку. И благодаря стремлению к музыке я стал восстанавливаться. Сейчас Юрий Медов уже достиг больших успехов в призовые места в фестивалях Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. Для последнего фестиваля даже написал гимн. А 2 декабря стал лауреатом международного конкурса «Топ-мьюзик». И останавливаться на достигнутом не собирается. В РДК собрались не только артисты, но и рукодельницы, мастера декоративно-прикладного творчества. В холл украшают работы плетения, резьбы по дереву, вышивки и вязания. Человеческий талант многогранен. И если есть в нем сила духа, ничто не помешает реализовать себя. Марина Солонина, Станислав Семин. Народные новости. 18 декабря состоялся 4-й кубок Ледового дворца по чирлидингу. В нем приняли участие команды факультетов МГУ имени Огарева. За соревнованиями наблюдала наша съемочная группа. Выступление групп поддержки в перерывах спортивных мероприятий – это всегда интересно, ярко и красочно. Те, кто думает, что это просто развлечение, ошибаются. За каждым номером стоит тяжелый труд, как умственный по его постановке, так и физический по его воплощению. Но смотрится такая постановка всегда грандиозно. Мы надеемся, что сегодняшнее яркое спортивное событие никого из присутствующих в зале не оставит равнодушным, поскольку такой замечательный вид спорта, как чирлидинг, он всегда находится в пике всех спортивных событий. Наши спортсмены сопровождают самые крупные мероприятия международного уровня, и сегодня студенческий фестиваль-конкурс, он не станет не исключением. Соревнования делились на две категории – чир-фристайл и чир-шоу. В первой победила команда экономического факультета МГУ имени Огарева, во второй – архитектурно-строительного. Ну а приз зрительских симпатий вкупе со вторым местом взяла команда географического факультета Терра. Девчонки зарядили зал своей энергией. В принципе, у нас все и получилось, как мы хотели. Все удалось. Подготовка была долгой, но мы справились. Поэтому мы надеемся, что в этом году мы возьмем призовое место. Победители в обеих категориях в следующем году поедут со своей программой на Всероссийский фестиваль чирлидинга. Поэтому расслабляться рано и нужно оттачивать свою танцевальную программу до автоматизма, чтобы покорить не только республику, но и Россию. 19 декабря в Ледовом дворце состоялось торжественное вручение специализированной экипировки для сборной Мордовии по шорт-треку. Этот вид спорта добился немалого прогресса в завершающемся году, и поэтому именно его представителей было решено таким образом поощрить. В этом году для облегчения инвентарного вопроса республикой был создан Центр спортивной подготовки, который учитывает все нужды республиканских спортсменов и направляет соответствующий запрос властям. Уже они принимают решение. Как правило, никому не отказывают, потому что лишнего спортсмена не просят. Отдельно решили поощрить именно шорт-трек по причине невиданного доселе прогресса этого вида спорта. Звездочки на льду зажигаются одна за другой. Церемонии остались довольны как организаторы, так и спортсмены. Мы ежегодно, Министерство спорта находило финансовые средства для экипировки. Просто это не проходило в столь торжественной обстановке. Что касаемо, допустим, сейчас включения зимних комплектов спортивной формы, то есть мы это сделали впервые. До этого мы только покупали летние формы, кроссовки были, футболки. Вот такие вещи, как утепленные костюмы, то есть мы закупаем их впервые. Благодаря Министерству спорта, руководству республик. 2017 год прошел для меня очень замечательно, потому что там проходили чемпионат России, я там победила. Потом, ну, 2017 год пока что не закончился, у меня продолжаются победы. В 2018 году я также планирую продолжать это все, не уступать месту никому. Планы и цели на будущий год у наших ребят самые высокие. Если в этом году многим удалось выполнить норматив кандидатов в мастера спорта, то теперь они будут штурмовать следующую ступень. Однако слишком сильно гнать ребят за результатом сейчас не стоит. Они должны идти по своеобразной спортивной карьерной лестнице постепенно, шаг за шагом. Именно тогда удастся их плавно перевести во взрослый спорт, и они еще долго будут радовать нас своими успехами. На этом пока все, впереди прогноз погоды. В студии был Никита Борискин, увидимся на НТН.